Вы что, взломали автомат с игрушками? Юми, дай поиграть. Не дам, моя панда. Ну, Юми, чё ты из жадина? Внутри у него сквиски-ски. Зачем ты разгрызла его? Прощай, малоконяш. Малоконяш, ты чё, живой что ли? Давай их сожрём? Там какая-то колбуаска внутри. Ты хотела убить моего малоконяша? Нашла ещё целую кучу еды. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я Эйван, а это Миша, моя жена. А, ну, лайк. А я покемон Юмич, делаю чё хочу. Да уж, Юми, ну и рифмы. Юми, как всегда. А я Софи. А где Киса Алиса? А я играю в порядке. Кто меня найдёт? Киса Алиса, да никто тебя искать не будет. Вылазь давай из-под дивана. Да, а вот Юмичу Сани искали, да? Ты видел уже? Видел? Новое видео. Ты о чём это, Эйван? А, новое видео на нашем главном канале Мэджик Фэмили. Киса Алиса потерялась. А мы с Саней как супергерои ходили по сугробам в мороз, искали её. И не нашли. Мы думали, никогда её не найдём. Короче, Киса Алиска пошла на свою первую зимнюю долгую прогулку. Там ещё её реакция на снег. Вот. Мам, да ты неправильно делаешь. Смотри, на заднюю лапу стоишь вот так вот. Маша, с Маша, с Маша, с передними лапами. Поняла? Да, поняла. Только у меня что-то не получается. Смотри, Миша, ты легко встаёшь на заднюю лапу и говоришь. Посмотри новое видео. Новое видео? А, прости, он кажется, я тебе в глаз заехала. А, да уж. В общем, всего второе видео из нового дома, а уже что-то пошло не так. И всё из-за Алисы. Конечно, всё из-за Алисы. А ничего, что это мы с тобой дрались. И от тебя я убегала. Алис, ты куда? Стой. Юмичу. Следи за ней. Ты куда пошла? Алиса. Короче, ссылка вот там внизу. Точно, смотрите внизу. Как она там появилась? О, господи, да это я её туда добавила. Ничего себе, Софи даёт. А я думала, это Аня всегда делает. Давайте лучше уже откроем наши волшебные коробки. Давайте Аню звать. Ань. Аня. А-а-а. Аня. Кажется, не слышит. Аня, скажи, режут, убивают. Кого тут режут, убивают? Что случилось? Это не я. Это всё Алиска, зато сработала, да. Что Алиска? Что тут вообще происходит? Что это за коробки? Это волшебные коробки. В них такое сокровище, Ань, не поверишь. Ммм, ясно, могу себе представить. Так, а кого режут и убивают, я не поняла. А, Алиса, хайпажор. Да никого они режут и не убивают. Просто мы хотели, чтобы ты пришла. Да уж, очень хороший способ. То есть ты, Алиса, ради этого такое кричала? Вместо того, чтобы разбираться, кто орёт, лучше скажи, чтобы ставили лайк. Вот, лайк, лайк поставь, комментарий, комментарий пиши. Вот они тут везде появляются. Лайк, комментарий. Ох, понятно. Ладно, что это за коробки? Ань, надо открыть их все. Одну мы уже открыли, там много антистрессов. Слушаюсь и повинуюсь. О, это целая коробка троллей. Тысячи тысяч троллей. А эта красная тоже с троллями? Там только коллекционная коробочка, остальное. Тысячи тысяч спиннеров. Очень много. А это что за коробка? А это тысячи мячиков. Понятно. Так что мы с этим всем будем делать? А вот тут антистрессы. Так, хорошо. И последнее. Хеллоу, Китти. Ребят, слушайте, вы что, взломали автомат с игрушками? Ань, какая разница, мы это долго собирали. Покупки, подарки от Мэджика. Короче, мы решили, что в 2019 мы должны что-то с этим сделать. Но не сегодня, а сегодня мы будем антистресситься. Ну ладно, я пошла, да? Нет, ты нам будешь помогать. А, опять? Край! Ну у нас же никого, кроме тебя, больше нет. Ой, Алиса, я знаю, как ты умеешь давить на жалость. Черт, не сработало. Но ты все равно должна нам помогать. Из кучи троллей, например, вы можете сделать... Гигантского тролля? А, не знаю. А вот тысяча спиннеров, это очень прикольно. Слушайте, мы же теперь живем в большом доме. Может, сделаем целую комнату спиннеров? И это будет типа челлендж? Комната из тысячи спиннеров, отлично. А что будем делать с тысячей мечей? Да, у шариков тут тоже реально очень много. Целая ванна. Давайте сделаем видео ванна шариков для киски Алиски. Прикольно, а с Хеллоу Китти мечу делать? Не с Хеллоу Киттями, а с Хеллоу Киттию мечу, глупая. Тут еще поняшки и время приключений. Ну, у нас есть пара дней, чтобы придумать. Да, а сейчас давайте уже распакуем вашу коробку с антистрессами. Я тут буду сидеть. Почему киса, Лиз? Ну, звывай давай. О, я тут вкусняшку нашла. Понятно, почему ты тут хочешь сидеть, ладно. Че, откуда это там вкусняшка? Ладно, давайте уже начинать. Я возьму первый попавшийся сквиши. Так, сквиши панда, немножко покоцанный. Ань, Ань, давай его разрежем. Опять разрежем? Да вам лишь бы все разрезать да уничтожить. Но у нас все равно еще один такой есть. Погодите, давайте сначала его пожамкаем, это же антистресс сквиши. Так, смотрите, как он постепенно расправляет свою мятую мордочку. Да, Ань, классно. А теперь давай его разрежем. Он все равно порванный. Юми, че, не порванный, а порванный. Поцарапанный, испорченный. Тебе точно в школу пора. Так, ловите. А я. Ань, теперь иди, найди второго. Юми, дай поиграть. Не да, моя панда. Ну, Юми, че, ты и жадина. А вот и ну и что? Так, второй, говорите, есть. О, точно, вот он, отлично нашла, только к нему какой-то лизун приклеился. Так, посмотрим. Но он же не такой, ребят, они же разные. Ну и что, мы все равно их уничтожим, потому что они порванные. Юмичу, я сказала порванные. Повтори правильно, и тогда, может быть, я подумаю, чтобы их разрезать. Порванные. Вот так-то, сейчас их сожму, проверим, кто быстрее расправляется. Вот этот, вот этот пандущик. Да, голубой по ощущениям в руке действительно немножко медленнее. Давай, давай, Леш. Юмичу, ну отстань, вы просили помогать. Вот я проверяю сквиши. Уничтожим, 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 это я его сама уничтожу. Ань, ну правда, мы с тебя помогать позвали, так что режь давай, слушайся нас. Ой-ой-ой, какие командиры, вам лишь бы все уничтожить. Ладно, хорошо, слушаюсь и повинуюсь, ваш канал, ваши видео. Ты это, по серединке морды режь. Объясните мне хотя бы, зачем мы его разрезаем. Чтобы посмотреть, что у него внутри. Внутри такой же сквиши, как и снаружи. Нет, не такой же, Ань. Внутри у него сквишки-ски. Какие еще сквишки-шки, фу, Юмичу. Ладно, я дальше дорву, а то не режется. Ну, вот, смотрите. Зато теперь у нас два сквиши, которые больше подходят под руки, чем один большой панда. Отлично, Ань, молодец. А теперь разрежь второго, посмотрим, что у него внутри. Ну, вы и мучители. Я думала, вы хоть одного оставите. Ань, ну, это, они же разные, мы должны узнать, у них одинаково внутри или нет. Ясно, ладно. Если что, потом склеить можно, да? Эйвен, вообще-то это сквиши, как вы их склеите, это же антистресс. Я думаю, они будут одинаковые внутри. А вот и нет киса Алиса, внутри они оказались разного цвета. У голубого внутри белый поролон. Ну, сквиши внутренности. Сквиши-ки-кишки. Юмичу, что ты делаешь, зачем ты разгрызла его? Я хотела попробовать на вкус кишки-сквиш. Да? Ну и как? Бевкусные. Ох, блин, вот это и есть опасность всяких таких экспериментов. Потом наедитесь чего-нибудь. Надо срочно это убрать. Аня, достань-ка, малая коняша. Это твой любимый сквиши, да, киса Алиса? О, смотрите, а тут еще есть голубая чашечка кофе. Два таких больших сквиши, больше моей руки. Так, молоко сейчас пока что сюда поставим. И будем уничтожать кофе. Нет, ребят, никого мы не будем уничтожать, потому что они слишком новые, слишком классные. Зачем их уничтожать? У всех сквиши одно и то же внутри. Это вот этот вот, как его? Сквиш-кишки. Да фу, Юмичу, не кишки, а этот, ну, поролон или как это называют. Смотрите, тут есть надпись кофе. По бокам у него швы. Это значит, что он склеен из двух частей? Я, если честно, без понятия, как делают сквиши. И это брелочек, то есть его можно повесить и ходить антистресситься. Ай, ну, может все-таки разрежем его? Я отказываюсь резать практически новый сквиш. Я сама им могу пользоваться. Кстати, смотрите, какая у него черная крышечка как бы. Вообще, очень похож реально на стаканчик кофе, если бы не швы. Ребят, можно я оставлю его себе? Ну, ну, ну ладно, оставь. Пусть пока что вот тут у меня на столе постоит. Сейчас на молоко посмотрим. А куда оно делось? Кажется, я знаю где. Кажется, он под диваном. А почему это он должен быть под диваном? А, понятно, киса Алиса. Резать не дам. Киса Алис, мы не собираемся его резать. Так, дай-ка я его как-нибудь достану. Что ты делаешь, а? Я хочу его забрать и показать. Прощай, молоконяш, мы были хорошими друзьями. Резавай! Нет, ребята, молоконяша я резать не буду. Его тут, кстати, видимо, кто-то уже пытался разрезать. Испачкался, и дырочки в нем какие-то появились. А может быть, это киска Алиска им играла? Короче, вот эта вот пачечка бело-розовая молочка очень няшная. У нее есть сердечки и две разных мордашки. Грустненькая и веселенькая. Это очень большой сквиш, и очень мягкий и очень прикольненький. А давайте его попробуем сжать со всей силы. Я прям всем весом на него. Ой, он что, он что, живой что ли? Сейчас еще разок сожму. Смотрите, смотрите, как он расправляется. Эй, ты, ты, молоконяш, ты что, живой что ли? Ребята, да не живой он, он просто сквиши. С ним и должно происходить такое. Смял его хорошенько, а он расправляется. Прикол, а может он все-таки живой? Эй, молоконяш, молоконяш, ты живой? Ты живой? Иди-ка, иди-ка сюда, к покемону. Да не живой он, я же говорю, это сквиш. Нажимаешь на него, и он расправляется. В этом и суть этого антистресса. Ребят, вы что, смотрите, раз, и он расправляется. А просто, когда ты это делаешь в руке, это выглядит по-другому. А когда на полу, он как живой. Да, но он не живой. Ань, ну а вдруг он живой? У него же эти глаза есть. Ты живой? Ты живой? Эй, пачка молока, ну-ка скажи, что-нибудь скажи. Все, Юмичу, хватит, а то ты его сейчас сгрызешь. Ну подожди, Ань. Нет, Юмичу, а то ты его сейчас на кусочки растормошишь. Кофе с молоком. Ань, а достань бургер. Так, бургер. А, а там еще один есть. Ага, большой бургер. Давай их сожрем. Ну, Юми, они несъедобные. Но они действительно очень похожи на съедобные. Ой, вот этот бургер почему-то практически не расплющился. Видимо, он сделан из какого-то более дешевого поролона. Но он и правда похож на настоящий бургер. Булочка как прямо из хлеба сделанная. Аж слюнки потекли. Но почему-то он практически не расплющивается. Как будто это не сквиши, а просто какой-то антистресс. Кстати, он еще и магнитик заодно. Покажи-ка мне. Держи. Может, все-таки его можно съесть? Уж очень он похож на настоящий. Там какая-то колбаска внутри. Я думала, покемон ты просто посмотреть хочешь. Он несъедобный. Это же игрушка из искусственных материалов. Отдай. Ну, Ань, а вдруг его можно съесть? Да у него же даже запаха никакого нет. Блин. Вот вы его сами и уничтожили. Ну вот, верхняя булочка оторвалась. Ладно, надо это убрать от греха подальше. А то же Юмичу реально задумает съесть. Я не глупая. Но мало ли что. А вот этот вот бургер тоже очень похож на съедобный бургер. Только у него типа котлета и салат. И он как и кофе, еще и брелок. Можно повесить его на ключи. Так, посмотрим, если его сжать. А вот он как раз сжимается. Как и должен делать настоящий сквиши. Ну-ка, сейчас сожму его всем своим весом. Тушься, тушься. Ой, вот. Вроде получилось. Да, он разжимается очень медленно. Он очень мягкий. Бургер и кофе с молоком. Вредненький обед. Ты хотела убить моего молоконяша? А, неправда, мы же его в итоге не увидели. Девочки, не смертись, перестаньте. Давайте продолжать. Покемондурочка. Ребята, не спорьте, посмотрите лучше, что я нашла. Я нашла еще одну баночку кофе, только поменьше размером. И она уже коричневая. И крышечка у нее немножко другая. Прикольно, у нас есть две чашки кофе. Эй, меня кто-нибудь вообще слушает? Вам еще интересно? Ребята? Ребята? Да, Дань, продолжай. Мне интересно. Давай, продолжим. Да, Дань, давай, показывай, как он расправляется, все такое. Я говорю, это чашечка кофе, только поменьше размером. Сейчас ее сожмем. И так. Да, сжимается она примерно так же, как и голубая. Класс. А ну-ка попробуем на полу ее сжать. Раз. О, прикольно, она тоже как живая. Так, ребят, я тут в коробке нашла еще целую кучу еды. Смотрите. Я вот этот люблю лимон желтенький, он прикольный. Ань, ты видела, а тетя Софи украла мороженку? Софиша, ну зачем? Если ты будешь ее грызть, ты испортишь сквиши. Юми, ты предатель. Так, давайте сначала посмотрим на лимончик. Очень маленький сквиши, который реально похож на лимон. У него даже листик есть, и из него тоже можно сделать брелок. Сжимать его в руке, если честно сказать, ребят, не очень удобно, потому что он слишком маленький. А сжимается он так вообще неплохо для сквиши. А у нас есть отличная идея. Ань, а принеси-ка тут кофе. Сейчас, а зачем? И бургер с молоком захвати. Сейчас, несу, так объясните. Раз тебе жалко уничтожить эти антистрессы, мы сделаем свои сквиши меню. Сквиши меню, и что это значит? Ну вот у нас есть два кофе. И есть еда. И мы сделаем два разных сквиши меню. Разделим всю нашу сквиш еду на эти две чашки кофе. Не только еду, но и десерты. А, вот как вы придумали. Но только у нас есть еще целая куча сквиши персонажей, а не только еда. Ну и классно, тогда мы как раз для них сделаем сквиши кафе. У нас будет с Ирландистресс кафе с обедами. А в езду хотелось. Классная идея, я вас поняла, и у нас впереди еще комната спиннеров и ванна шариков. Поэтому пойдемте сначала поедим реальной еды и продолжим в следующий раз. А ты иди скорее смотри ролик про меня, как я пошла гулять зимой, в мороз, на снег. И потерялась. Да, видео тут появится или ссылка внизу есть на главный канал Мальчик Сэмэля. А мы кушать пошли. Увидимся скоро.